Добрый день, коллеги! Продолжаем наши встречи. В предыдущий раз мы с вами говорили о законодательной основе тех практических мер, которые будем рассматривать в настоящей и в следующей встрече. И эти практические меры, как мы тоже говорили на нашей первой встрече, это меры правительства. Но прежде чем перейти к ним, я хотел бы дополнить один момент, который не сказал в рамках нашей предыдущей встречи. Когда мы говорили об изменениях, внесенных в налоговый кодекс и в законы о страховых взносах, касающихся снижения ставки страховых взносов, сумм, превышающих мрот, уплачиваемых работникам субъектами малого и среднего предпринимательства, то я не акцентировал один важный момент, что суммы, выплачиваемые работникам в пределах мрот, то есть менее или равные, они будут облагаться по обычной ставке 22% пенсионными взносами. И только превышение будет облагаться под льготной ставки. Что это значит с практической стороны? Что усложняется отчетность? Нужно и будут изменяться, конечно, формы отчетности о страховых взносах в самое ближайшее время. Потому что нужно будет отдельно показывать сумму страховых взносов с выплат равных или уменьше, чем мрот, и сумму страховых взносов с выплат, превышающих мрот. Конечно, это дополнительная работа бухгалтеру, но я надеюсь, что бухгалтерские программы и ведущие среди них 1С, они в общем-то это настроят, и это не надо будет делать руками. Потому что когда бухгалтера услышали об этом, то многие стали спрашивать, а можно ли отказаться от пониженной ставки. Коллеги, это не льгота, от которой можно или нельзя отказаться. Это ставка, установленная законодательно. И точно так, как мы с вами знаем, что нельзя, ну в большинстве случаев отказаться от ставки 0% по экспорту, так нельзя и отказаться от пониженной ставки по страховым взносам. Это дополнение к предыдущему нашему разговору. А теперь перейдем уже к следующей нашей теме. И, как вы сами понимаете, меры правительства, тут написаны еще планы, это ошибочный слайд, уже надо писать меры правительства. Это постановление правительства от 2 апреля 2020 года, номер 409. Но поскольку в самом постановлении меры привязаны к наиболее пострадавшим отраслям, то нам нужно эти отрасли с вами четко себе понимать. Эти отрасли указаны у нас. Есть много документов по ним, но самый такой последний, самый, я бы сказал, официальный, это постановление правительства 434, в котором утверждены отрасли и даны их коды по ОКВЭД. Вы эти отрасли уже много раз слышали, мы не будем на них останавливаться, просто я их привожу, потому что мне хотелось, чтобы данный материал играл для вас роль и справочную. Какие же это меры и какие вопросы могут возникнуть в связи с их применением? Значит, адресаты помощи, организации ИИП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших сферах согласно коду основному своей деятельности, по которым есть официальная информация ВИГРИЛ либо ВИГРИП по состоянию на 1 марта. Вы видите, обставлено часто колом ограничений. Во-первых, сферы, во-вторых, соответствие сферам по основному виду деятельности, во-вторых, эти данные в двух реестрах на 1 марта. Поэтому, если вы попадаете в эту сферу, но не по основному виду деятельности, то, как говорят бухгалтера, вы пролетаете, вы не пользуетесь теми преференциями, о которых будет сказано ниже. Поэтому это общая преамбула. А дальше начинается детализация. Какие организации ИИП соответствующие следующим требованиям? Во-первых, включенные в реестр субъекта МСП на то же 1 марта. Значит, только те, кто включены в реестр. И вы помните, в первой встрече я говорил, привязано, в отличие от сниженной ставки по страховым взносам, привязано к нахождению в реестре. Что же, какие же преференции? Продлить срок уплаты налогов за 19-й год. Прибыль ОСН ЕСХН на 6 месяцев, на полгода. НДФЛ, который уплачивает ИП на 3 месяца. И налоги. Значит, 19-й год. У нас два вида налогов. Прибыль ОСН ЕСХН, которые уплачивают организации. И НДФЛ, уплачиваемый ИП. Ну, кстати, ОСН, да, ИСХН тоже может уплачивать, ИСХН может уплачивать ИП. И налоги, которые уже платятся в 2020 году, но за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами. Налоги и авансовые платежи. За март и первый квартал на 6 месяцев, за апрель и июнь и второй квартал или первое полугодие, например, тот же налог на прибыль на 4 месяца. Я не останавливаюсь на примерах, что это значит для конкретных налогов. Потому что есть множество источников. Ну, все наши бухгалтерские журналы, бухгалтерские газеты. Самые массовые из них вы знаете. Я не хочу их называть, чтобы меня не обвинили в рекламе. Но у них на сайтах есть материал, который рассматривает эти вот переносы на применительно каждому налогу. Вот было так, а теперь такая дата. Было так, теперь такая дата. Должно было быть так, а будет теперь вот такая-то дата. Поэтому иллюстративный материал практически вы можете посмотреть. Авансовые платежи по транспортному имуществу и земельному за первый квартал переносятся, вы видите, на 30 октября. А за второй квартал до конца года. Если вы вспомните, о чем мы говорили в первом блоке нашей проблематики, законодательной основы изменений, то там мы видели, что налоговый кодекс, изменения в нем дают субъектам федерации право продлевать уплату платежей по транспортному налогу, имуществу и земельному на больший срок, чем это делает федеральная власть, правительство. И мы с вами помним, что московское правительство продлило налоги и за первый квартал до 31 декабря 2020 года. Следующее послабление субъектам малого предпринимательства, включенным в реестр на 1 января. Я это опять напоминаю, здесь я не написал повторно про реестр, но это тоже касается только тех субъектов МСП, которые в реестре. Но те, которые включены в него в качестве микропредприятий, ну все критерии у нас, в том числе микропредприятий, они в 209 законе о поддержке малого и среднего предпринимательства. Для них, кроме, кроме, это дополнительно, отсрочки по налогам, отсрочки по уплате по налогам, дается еще отсрочка по уплате страховых взносов, в том числе на несчастные случаи. Тоже две отсрочки за март-май на 6 месяцев и за июнь-июль на 4 месяца. И вчера президент предложил дать ту отсрочку, которая дана на полгода, для всех пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства. Какой здесь вопрос может возникнуть, президент ничего не сказал об отсрочке на 4 месяца. Но я думаю, что когда правительство будет реализовывать предложение президента, то и отсрочка на 4 месяца также будет продлена для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые согласно основному коду своей деятельности осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Итак, со сроками уплаты налога мы разобрались, но вчера президент сделал еще важное предложение, которого пока что нет в постановлении правительства. В 409-м это, и мы же понимаем, что если у нас сейчас нет денег на уплату налогов и нам дают отсрочку, то когда отсрочка кончится, деньги ниоткуда не возьмутся, а нам надо будет платить текущие налоги. Поэтому президент внес предложение, чтобы неуплаченные за время отсрочки налоги после ее окончания уплачивались не сразу, а ежемесячно долями равными в срок не менее года. То есть пока что отсрочка на 6 и на 4 месяца в зависимости от срока уплаты, а потом рассрочка на срок не менее 12 месяцев. В скором времени правительство введет это, я думаю, будет дополнение, в 409-е постановление. Теперь сроки подачи отчетности. Продлить сроки подачи отчетности налогоплательщиками и агентами деклараций за исключением НДС. Я не обратил внимания, что переносы срока уплаты НДС, налогов, они не касаются НДС. Вернее, я обратил на это внимание, но сейчас хотел бы увязать со сроками представления отчетности. НДС от срочки не касаются ни по уплате, ни по представлению отчетности. НДС касается только нерабочие дни, а от срочки по уплате и по представлению декларации не касаются. Значит, на три месяца у нас переносятся сроки представлений декларации и расчетов. Расчетов о суммах, выплаченных иностранным организациям и расчетов сумм НДФЛ по авансовым платежам и, как вы помните, мы говорили в нашем первом блоке бухгалтерской финансовой отчетности. На три месяца переносится срок представления декларации расчетов и бухгалтерской отчетности. Здесь речь идет, естественно, об отчетности за 2019 год, срок подачи которых приходится на март-май. На март-май. Напоминаю, как мы говорили в первой части нашего разговора, что бухгалтерская отчетность на три месяца передвигается для тех организаций, которые не должны ее представлять в государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. И при этом срок сдачи отчетности в статистику вместо ГИРБО для них не передвигается. Они должны ее сдать 6 мая. Кроме этого, до 15 мая передвигается срок предоставления отчетности по НДС и расчетам по страховым взносам. Видите, я был не вполне точен, когда сказал, что НДС у нас вне всяких продлений и по уплате, и по отчетности. декларация по НДС все-таки передвигается срок представления до 15 мая. Но дальше в постановлении правительства следует важное указание, что изменение сроков представления отчетности само по себе, если в предыдущем пунктом 1, который мы с вами рассматривали на предыдущем слайде. на предыдущем слайде. Если в нем не установлена отсрочка уплаты налогов, то сам по себе факт переноса момента представления декларации не меняет срок уплаты налога. Как раз здесь хороший пример НДС. Мы видели, что срок уплаты НДС не меняется. Срок представления декларации меняется. Так, вообще-то декларацию мы должны были бы представить 6 мая, когда закончатся нерабочие дни плюс праздники. Но нам ее передвинули на 15 мая. А срок уплаты у нас НДС за первый квартал, если брать НДС от реализации товара в работу услуг, в том числе передачи для собственных нужд. У нас первый платеж должен быть 25 апреля. Он будет 25 апреля. Вот что значит эта норма. Само по себе изменение сроков представления декларации не меняет сроки уплаты налогов, если они не отсрочены пунктом 1 настоящего постановления. И обратная ситуация. Само по себе продление срока уплаты налогов в пункте 1 не меняет сроков представления отчетности, если о ней не сказано в пункте 3. То есть здесь автоматическая увязки одного продления с другим нет. Кроме этого продлеваются сроки. Пункт 3. Продление сроков сначала отчетности, а потом различных других сроков предусмотренных кодексом. Это сроки представления документов, которые сегодня у нас 6 дней, ну если ответить на получение требования в первый же день или 11 дней, потому что мы имеем 5 дней на возможность ответа на получение требований, теперь у нас будет 20 дней на представление документов и информации по требованиям, если мы их получили до 31 мая, с 1 марта до 31 мая. Вот, с 1 марта до 31 мая мы потом посмотрим, какие требования мы можем получать. И на 10 рабочих дней, то есть не 20, а увеличивается срок, и если у нас раньше предельный 11, то теперь он становится 31. 10 рабочих дней, увеличивается на них срок представления документов в рамках камеральных проверок, то есть если требование получено, потому что камеральные проверки, как мы увидим, они не приостанавливаются. Вот декларацию по НДС дадим 16 мая, начнется ее камеральная проверка, и в рамках этой камеральной проверки могут быть получены требования. Так вот, сроки представления документов информации, вот, они будут на 10 дней больше, чем они сейчас. Опять-таки, по требованиям, полученным до 1 июня. Это о продлении сроков. Дальше, пункт четвертый, о приостановлении действий. Первый пункт, вот, срочка уплаты налогов, третий пункт, продление сроков, четвертый пункт, приостановление действий, до 1 июня. И тут я сразу хочу обратить внимание, что в целом ряде писем ФНС, предшествовавшим постановлению правительства, говорится о приостановке или о каких-то других отсрочках до 1 мая. Нет, теперь все это до те письма ФНС, те информационные сообщения надо читать с учетом продления сроков до 31 мая постановлением правительства. Значит, приостанавливается вынесение решения о проведении проверок и о проведении уже назначенных, но только выездных, только выездных, в том числе проверок правильности применения цен по сделкам между взаимозависимым лицам и вынесения решения у них и приостановлении уже ведущих проверок. Приостанавливается течение сроков в отношении уже идущих проверок. Каких сроков? Сроков, которые предусмотрены кодексом для оформления результатов, то есть для составления акта, передачи его налогоплательщикам и представления налогоплательщикам возражений на акт и сроки принятия решения после получения возражений на акт после рассмотрения этих возражений. И статья 104.1 это сроки выписки требований по выявленным нарушениям, по недоимкам и так далее. Кроме того, приостанавливается принятие решения инициирования и проведение проверок соблюдения валютного законодательства в той части, где за его соблюдение отвечают налоговые органы. Есть небольшое исключение, если выявлены нарушения, у которых пресекательные сроки и эти сроки истекают ранее, чем приостановка, то тогда по этим нарушениям может осуществляться производство. И еще также, что приятно, приостанавливается решение о блокировке расчетных счетов и возможности перечислять электронные деньги, кошелек и так далее. Ну, и это, в общем-то, естественно, поскольку, если приостановлены проверки и решения по проверкам, то и средства обеспечения выполнения этих решений, которыми является приостановление операции по счетам, они тоже приостанавливаются. Не будут налагаться санкции за непредставление своевременной документов и информации. Это статья 126 кодекса документы информации по закону о взносах на несчастные случаи 125 ФЗ. Тоже до июня не будут, если запросы мы видели, могут идти. Сроки представления документов и информации по этим запросам они продлены, но если эти строки будут нарушены, то тогда, даже тогда не будут накладываться санкции за штрафы за нарушение этих сроков, если мы со своим нарушением попали в период до 31 мая с нашим большим сроком на представление документов. и также продлеваются на 6 месяцев предельные сроки направления требований об уплате всего, что значит всего? Штрафов, пений, штрафов, пений, налогов, все, что может потребовать заплатить налоги и принятие решений о взыскании. Потому что сначала мы знаем требования, потом решение о взыскании. Эти сроки продлеваются на 6 месяцев. Это увязано с приостановлением сроков проведения уже назначенных выездных налоговых проверок. Потому что в первоначальном проекте постановления правительства было сказано, что приостановка не касается тех ситуаций, когда по кодексу есть пресекательные сроки выставления требований или решений о взыскании. Это 46-я и 70-я статьи кодекса. Сейчас, чтобы не усложнять ситуацию, просто продлили эти сроки на 6 месяцев. Коллеги, мы с вами закончили второй блок. нашего разговора о первом комплекте мер, которые приняло правительство в части налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Коротко напомню. Отсрочка уплаты налогов, отсрочка представления налоговой отчетности, приостановление течения целого ряда сроков и продление некоторых пресекательных предельных сроков. Спасибо за внимание и напоминаю наши координаты и контактное лицо, к которому вы можете обратиться, если захотите воспользоваться нашим опытом поддержки организаций в это непростое сегодняшнее время. Всего доброго, успеха, коллеги! Игорь Негода